ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажите! Кури! Эх! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на распаковочке будет вот такая коробочка и вот такой пакетик, в которых находится... Да, блин, сейчас сами всё увидите. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь у нас фирмы Joy-Tech курительная наша сигарета, значит, электронная. И два аккумулятора ещё вдогонку я, короче, заказывал. И вот ещё в подарочек тут положил, значит, продавец. Вот такую вот хреновину, как дрипка, по-моему, называется она. Ну чё, давайте распакуем коробку и посмотрим, чё у нас тут внутри. А пока буду распаковывать, скажу, что стоимость этой сигареты была, по-моему, 3200 рублей, где-то 3300. Ну, короче, где-то так. Это, кстати говоря, дешевле практически в 2 раза, нежели покупать её в местных магазинах. Где-то я видел, вот такой набор стоит 6200, что ли, 6500. Ну, я вообще хрен знает, почему, вообще, чем обусловлена такая задранная цена в местных магазинах. Ну да ладно. Давайте пройдём всё-таки к обзору и посмотрим. Так, вот, значит, у нас сама сигарета нас тут встречает. По-моему, я заказывал чёрный. Ну, мог и ошибиться. Так, вот так вот у нас здесь под поролончиком находится, ну, это китайская макулатура, гарантийник, вся херня. Так, 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 ещё какая-то, тут аннотация, значит, опять же, инструкции все такие возможные. И вот здесь у нас, значит, несколько... Ух ты, даже 4 положил, да? 4 нагревательных элемента. Я, в принципе, в этом деле я не соображаю, как оно всё правильно называется, но знаю, что вот этот называется мод, а этот у нас, значит, называется атомайзер. Вот у нас вот такой вот комплектик. Здесь у нас ещё зарядочка и вот так вот, значит, сюда дополнительный, где он, вот он, дополнительная дрипка. В общем, вот такой вот у нас комплект поставки. Эта сигарета идёт без аккумулятора, поэтому я аккумуляторы, зная это дело, заранее заказал. Вариантов цветов у продавца вообще куча. И золотой, и чёрный, и красный, и белый, и синий, короче, полный фарш. Работает данный гаджет от 1 до 75 Вт. Здесь у нас сменный аккумулятор типа 18650 он называется. И вот он, собственно, аккумчик. Как вы заметили, очень легко открывается и закрывается данная крышечка, путём того, что здесь у нас вот таких вот 4 магнитика. Так, ещё вот, что мне понравилось в описании к этой сигаретке, то, что здесь есть защита от высокого и низкого напряжения, от высокого и низкого сопротивления, защита от перегрева и от неправильно вставленного аккумулятора. Короче, здесь вообще там всего полный фарш, короче, и куча настроек. Вот, здесь у нас показано, значит, плюс-минус, здесь у нас такой подпружиненный элемент. И вот, собственно, всё это дело вставляется следующим образом. Скорее всего, где-то вот так. Оп! И всё. Но, я вообще видел, вот такие вот аккумы не пихают, есть такие, знаете, с плоским. Вот здесь такая вот пыптик, как бы, на этой батарейке. Но я видел то, что пихают туда именно с плоской. А, сейчас покажу. Во, смотрите, вот такая хреновина. То есть вот здесь, видите, плоская, здесь пыптик. Вот такие, в основном, туда и пихают аккумуляторы. Ну это вообще какое-то аккумуляторное. Ну попробуем с этим. Как только сюда мы поставили аккумулятор, данная сигарета сразу же заработала. И показывает, что эй-эй, я готов, в общем, к использованию. В этой сигарете куча всяких настроек. И чтобы попасть в редактирование настроек, нужно трижды кликнуть на кнопку парения. И мы попадаем в меню. Раз, два, три. Хлоп! И, видите, у нас вот замигала вот такая вот менюшка. И мы вот здесь переключаем, значит, все режимы, которые у нас, собственно, есть. Ну, даже есть ещё и часы. А, значит, чё... Какие тут режимы есть? Тут режим температурного лимитирования на никеле, на титане. И всё это настраивается, как вашей душеньке угодно. Есть и режим байпас, в общем, то есть он вообще никак не регулируется. Меняется также мощность нагрева атомайзера. Сейчас мы подключим атомайзер и посмотрим, как это всё дело выглядит. Всё подходит и прикручивается очень плотно, на самом деле. Очень классный аппарат такой. Все кольца очень плотно прилегают. В этой сигарете есть ещё и блокировка клавиш. Ну как блокировка? Кнопка парения будет работать, а вот кнопочки регулировок не будут доступны вообще. Делается это очень просто. Прижимается на некоторое время две клавиши. Кловиши. И всё у вас. То есть эти клавиши не работают. Но кнопка парения будет работать. Так же эта электронка выключается и включается стандартным пятикратным нажатием. Ну собственно, как на всех электронных сигаретах. Вот так. И всё. Мы её вырубили. И эта электронка может, кстати, перепрошиваться. Но, по заявлению продавца, она уже типа перепрошита до последней версии. Короче, готова к использованию. Собирай, заливай и пыхти! Ну и по традиции, как это во всех вейперских обзорах делают, проверяем на то, как она валит и передаёт вкус. Ничего. Хорошая штука. Пара очень много и вкус очень насыщенный у неё. Для тех, кто вот только начинает переходить сигареты вот на такую хреновину, это в самый раз. По цене и качеству вот такой вот мод с вот таким баком, это в самый раз. Те, кто вообще не курят, даже не смейте переходить на это и не начинайте. Ну а мы поехали дальше. Вот такая вот у нас сегодня была вейперская, блин, распаковка. Полным обзором назвать трудно, так как в этих штуках я, блин, особо таки не понимаю и не разбираюсь. Но всё, что касается минимальных функций и как она всё-таки выглядит, я вроде бы рассказал. Ну а с вами, как всегда, был канал Распаковка-Одвопаковка. Не забываем ставить лайк, видосу, вступить в группу ВКонтакте и, конечно же, подписываться на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok